и снова добрый день мои дорогие с вами впрочем как и всегда алкабар на протяжении последних наверное лет трех я пил практически каждый день бывали случаи и по два раза в день например по две записи я не только это все пил я еще и безбожно мешал я прекрасно мешал водку с пивом партнер шампанским белорусский ром с белорусской прости господи самбукой и периодически о чем я и говорил да я сдаю анализы и прочие всякие узи и всякую дрель так вот в очередной раз после сдачи вот этого всего и появление результатов как бы вам это помягче сказать по результатам я вполне могу продолжать господа чем мы сейчас с вами и займемся и конечно же мы будем что-то пить а заодно об этом обязательно поговорим и сегодня мы будем пить вот это самогонов напиток спиртной крепкий самогонов ржавы кстати вы же можете спросить а почему видео называется последняя бутылка все очень просто потому что это последний из трех бутылок из их линейки там был пшеничный ржаной и домашней которая наконец-то покажется на видео видео про пшеничную я маленько загубил вкратце про нее скажу не было у меня полугара рядом сравнить но мне показалось что полугар был бы помягче насколько я его кстати и обосрал свое время на его больше обосрал конечно из-за цену я сказал что как самогон в поле вариант домашний я снял но честно я все-таки достаточно патриотичен чтобы так высказываться о белорусской продукции потому что он мне не зашел совершенно и остался ржаной ребяточки вот ржаной вообще обычно я ржаной люблю но тут у меня есть претензия к компании сибры которая его изготавливают где-то под гомелем вблизи поселка юбилейный состав дистиллятор жаной не выдержан прекрасно вода понятно спирт ароматный чеснока ну допустим спирт ароматный перца красного стручкового на хрена ребят экстракт кожуры винограда ребят в это позиционируется как белорусский национальный продукт или как я еще поверю в чеснок на кой хрен собачий здесь составе простите да ладно уже красный стручковый перец прощай экстракт кожуры винограда вы чё чачу собрались забомбить или что или что-то похожее на чачу ладно как говорит с хрена всегда говорю что нужно издеваться на закрытые бутылка ты попробуй поиздеваться надо открыть теперь надо как-то открыть акциз по старой белорусской традиции заклеен естественно ну слава богу оторвался вместе с язычком ладно второй залет войны где волшебный пук я хочу тот самый волшебный пук почему его нет ну пахнет ржаным но ребят я когда это брал я честно страшном сне не мог представить что там будет спирт ароматный перца ладно хрен с чесноком как я уже говорил экстракт кожуры винограда для чего зачем кому это нужно так вот теперь все хорошо вот даже так два дубля сделал аж больше на лину ну что я могу сказать что следующее мы будем наливать вот в этот бокальчик значит кратко рожаной чувствуется в отличие от их версии которая домашней а там рожаной с пшеничкой ну тоже классическая смесь по большому счету здесь рожаная снова чувствуется хорошо это прекрасно вот сейчас отсюда вот из широкого бокала откровенно прет той самой кожурой винограда которая кстати по списку у нас в конце то есть не должно быть реально меньше всех но чё-то по факту именно ею тянет не экстракта перца не числа у него чеснок стол я счету господа я хочу выпить за того технолога изобретателя который это придумал чеснок с виноградом это круто но есть и минус не очень вкусный но вообще кому-нибудь обязательно зайдет то есть это не чисто самогонную привку знаете яблочком загрызть то есть если бы был чисто рожаной наверное было бы скучновато а вот тогда что-то здесь присутствует как говорится и это наверно как-то скрашивать что наполняет питья красками вот так пустышка да чеснок и кожура винограда ребят где там спирт красный стручковый я не понял вообще поэтому поэтому третья которая неистово пьется конечно же за трезвость не чергась за секту фанатов китайского спирта порошкового вина и порошкового пива за дурачков месяца ну и недавно мне предложили еще добавить к этому недобросовестных кодирологов которые вам ставят ну как я их называю кодирологи которые вас то ли кодируют эффект от кодировки сами понимаете какой то ли что-то вшивают и в большинстве случаев вшивают пустышку но при этом хорошо запугиваю длинный получилось ну по крайней мере я в первый раз себе добавляю право поехали ребят чеснок и виноград офигенно вот вы понимаете вот так вот продумываешь продумываешь иногда чушь ты будешь говорить то про это уже моржа но ему классно что-то надо рассказать чем те жизни тогда да нихрена все вот сейчас он реально отбил все мои интересные идеи не волшебного пука он уход как ничего сочетание страны но могу сказать что этот рожаной это лучший из трех который я пробовал и я не ошибся в том что оставил его потом абсолютно серьезно странно вообще я уже говорил что водку у сегров я не очень понимаю но очень понимаю их например зерногон классная штука но правда стоит в два раза чем вот такой но ржаной зерногон мне зашел просто замену душу как мама не горюй а здесь вот что-то как-то вяленько вяленько ну но не гаденько то есть я не могу сказать что это там гадость какая то что тут что-то вообще пить нельзя можно можно и она кому-то обязательно понравится но по странному совпадению не мне ну честно если вот увидите я вам говорю возьмите чисто ради прикола налейте в коньячный бокал и испытайте вот этого чеснок с виноградом потому что чеснок с виноградом это не только звучит гордо это еще и пахнет ржачно и пьется странно поэтому выпьем за то что раз это выпускается значит это кому-то нужно и значит это берут значит это берут значит может быть это сугубо мое личное такое вот мнение дистилляция процесс получения спирта избрали с помощью полигонного куба да ладно вы мне прям глаза открыли данный процесс позволяет сохранить готовой продукции исходности особенно особенности исходного сырья которые придают чего напитку неповторимый характер ну с этим я вообще согласен секрет изготовления дистиллята кроется в качественном исходном сырье капитан очевидность все нормально точном соблюдении технологии производства и конечно мастерстве винокурок вот последний пункт в данном случае самый правильный ну опустимся и вопрос осталось узнать на чем они его перегоняют то есть все рассказывают про медные губы а если там медный куб потому что здесь не написано на эту тему нихрена написано про ароматные спирты которые придают неповторимые ароматы особенно мягкость вот этого ошиблись вот этого тут ошиблись я бы не сказал что они придают аромат да особенный аромат особенно насчет мягкости конечно зря вы так с нами ладно на это хорошо под огурчик поэтому наливаем заключительного и это я оставлю для каких-нибудь опытов на гостях придут гости налить пусть пробуют и скажут что-то такое и хорошо ли это или плохо желательно вслепую потому что я например понять не могу хорошо ли это или плохо скажем так на вопрос буду ли я его брать еще раз нет абсолютно честно заявляю от этой компании я буду брать зерногон хоть он реально в два раза дороже буду но эта серия мне простите не зашла не зашла ну поэтому за вас дорогие мои за ваши лайки за ваши подписки за то что ждет следующих видео выходящих с пугающей периодичностью за мое неподвзятое честное мнение ой да и вообще за то чтобы все у вас у всех было хорошо и всем пока и Продолжение следует...